я влюбился в этот бюджетник критики в обзоре будет как всегда море но каждый раз услышав от меня недостаток из разряда странная камера пластиковая задняя панель большой вес и убогая дырка под фронталку вспоминайте что это бюджетник я около года на канале про телефоны не говорил топ за свои деньги в этот раз говорю сразу я могу снимать на него свои ролики свободно что и делал в прошлых двух обзорах частично могу оплачивать им покупки запихивать в него карту до двухсот пятьдесят шести гигабайт и с неподдельной радостью смотреть в практически идеально откалиброванный айпиес экран покупал телефон 11 11 на али сам для себя хочу найти идеальный бюджетник помимо него купил еще шесть подобных телефонов те еще на тестах об этом уже готов рассказать тюб 712 всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня минимум 5 обзоров неделю я выгружаю ежемесячно разыгрываю 5 ми бэнд 5 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео условия конкурсов которых под конец месяца всегда много и мои контакты в описании в прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на али все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме на канале для стримов сохраняю а сегодня я расскажу вам о лучшем на данный момент сяомишном бюджетники пока x3 nfc с примерами его фото и видео а также тестов думаю что сухие характеристики будут здесь не к месту и под распаковку и результаты тестов я расскажу вам основное и главное по моему мнению в этом аппарате от чего я не советую его к слепой покупке я расскажу обязательно в процессе пакин кстати как вы заметили достойный только чехол мракобесные так все чин чином главные заманухи аппарата защита от пыли и брызг ай пи 53 ну очень скромно но зато есть режим очистки динамика от пыли давно такого я не встречал тепловая трубка liquid cool technology и частота обновления экрана 120 герц заводская защитная пленка с олеофобным покрытием и как бы она не была хороша я очень советую ее сразу снять играть станет в разы комфортнее с другой стороны вы как и я сможете его сразу поцарапать поэтому вам оценивает насколько вам важен дисплей либо удобство работы с ним комплектный чехол с высоким бортиком топорные до ужаса повторять буду еще не раз с другой стороны этот чехол позволяет без опасений класть смартфон экраном вниз плюс он идет заглушкой порта питания тайп си и эту заглушку в первый же день вы точно захотите вырвать с корнем так она неудобно отличный экран на айпи эс матрицы исключающий шим эффект комплектная быстрая зарядка в 33 ватта гарнитуры в комплекте нет но главное здесь есть миниджек в наличии печальные не переведенные на русский язык пункты в настройках телефона и да это не игровой смартфон несмотря на установленную тепловую трубку хотя асфальт 9 пабг мобайл и blitz идут на высоких настройках в тестах он в принципе не блещет и плавности на максималках однозначно не будет разумеется вы понимаете что до 120 герц он выводит не всегда по тестам в geekbench пятом набирает 565 очков сингл кор чуть больше чем samsung a71 а в мультикоре 1786 очков что не дотягивает до уровня пока фона f1 образца внимания 2018 года и как вы понимаете несмотря на приставку g процессор sdm 732 g по мне совсем не игровой с другой стороны при длительной игре более часа смартфон почти не греется видимо тепловая трубка работает вес приличный но стандартные габариты тоже легким телефон однозначно не назвать как и компактным очень он пузатенький а вот программное обеспечение это то от чего вы будете сходить с ума например при всех плюсах оболочки миюай до сих пор есть пункты меню не переведенные на русский язык ну почему сяоми надпись на экране блокировки свайп то анлок перевели остальные надписи по-английски да никуда не делись фишки миюай вроде встроенной записи телефонных звонков да впечатляет фишка очистка динамика от пыли которая напоминает по громкости вой полицейской сирены да есть разблокировка смарта по лицу хоть и с использованием простой фронтальной камеры при том в условиях темноты просто включив в качестве подсветки белый фон на экране как это реализовано в qbot not 20 pro стоимостью внимание в 10000 рублей в poco x3 не завезли автоматическая регулировка яркости в данном аппарате есть но считайте что она вообще не работает хотя яркости здесь хватает датчик автояркости расположен физически не совсем корректно если на экран телефона свет попадает под прямым углом датчик снижает яркость экрана до минимума что очень даже плохо индикатор в верхней части экрана вроде бы и завезли это хорошо но при этом он спрятан так что его не видно если не смотреть на экран под прямым углом и к тому же он подсвечивается исключительно белым цветом при зарядке смартфона логично что беспроводной зарядки у смарта конечно же нет стандартная миюай была более дружелюбно к пользователю чем миюай фопока миюай фопока более сложная загажена ненужным хламом виде пресловутых букинга ебэ и тиктока и других далеко не всем нужных приложений и вроде это все можно снести но зачем это предустанавливали дактилоскоп расположенный в кнопке питания да это я про сенсор отпечатков пальцев отлично отрабатывает срабатывает и мгновенно не надо искать его шаре по задней крышке и заляпывая расположенные рядом камеры и можно смело наклеить на дисплей защитное стекло не боясь что дактилоскоп встроенный в экран перестанет работать а вот с разблокировкой по лицу у меня печаль лютая один раз из 10 она стабильно не срабатывает ровный без загибов экран тоже вещь если вы хоть раз жизни пытались наклеить защитное стекло на изогнутые края самсунга вы меня поймете встроенный аккумулятор имеет мощность 5160 миллиампер часов и автономность смарта вас однозначно порадует час просмотра ролика на ютюбе в разрешении full hd с 50 процентной яркостью по вай фаю скушает примерно 10 процентов заряда аккумулятора а вот просмотр предварительно скачанного на смарт-фильма с разрешением 1080p объемом 4,19 гигабайта отнимет всего 4 процента заряда закинуть файл такого размера на смарт через юсб 3 0 разъем займет около двух минут а если принять во внимание факт поддержки смартфоном карт памяти до 256 гигабайт что за поездку поездом в несколько суток можно будет посмотреть пару сериалов хорошем качестве как одному через проводные наушники так и семьей тем более стереодинамики звучат достаточно неплохо громко с полным отсутствием хрипов и достаточным запасом по максимальной громкости быстрая зарядка очень шустрая рамку смарта пластиковая рамки у экрана минимальные но мне очень сильно не нравится фронтальная камера либо сбоку бы рыц положили наверху либо как айфон и сделали бы монобровь вот это вот дырка она совсем не к силу задняя крышка также пластик сборка добротная ничего не люфтит не скрипит нет людей которые скажут что пока x3 nfc собран плохо есть очень многие кто скажет что материалы не фонтан но друзья вы стоимость видели многие очень хейтили этот девайс за материалы но вы реально за эти деньги ждали титан вибрирующая на максимальной громкости звука задняя крышка эта фишка которую они скорее всего увели у лыж но не факт может это и правда недочет виброотклик для бюджетника великолепен камера в данном аппарате это один сплошной компромисс в условиях хорошего освещения снимают вполне прилично вы примеры сейчас видите и видели в течение ролика есть режим 60 мегапикселей видимо для печати баннеров формата 1 есть съемка в 4к с частотой 30 кадров в секунду еще бы 60 завезли цены бы ему не было которая в принципе скорее всего вам и не понадобится но ее пример вы сейчас видите все ведь в курсе как тяжело камере снимать снежную улочку ночью или в условиях недостаточного освещения все довольно скромно но в то же время работоспособна фронталка несмотря на разрешение в 20 мегапикселей также не отличаются чем-то особенным я бы инстаграм маньяком этот телефон не рекомендовал бы все на уровне средняшка 20 года цена по ссылке в описании к видео меняется постоянно я купил данный девайс ровно за 16 тысяч 39 рублей курс доллара был значительно выше на тот момент версия правда у меня 6 64 но запихиваю туда карты памяти и становятся три сотни гигабайт хотя салазки здесь комбинированные и либо вы вторую симку вставляете либо карту памяти и симку и этот прайс был 11 11 конечно же с промокодом выгодное предложение с промокодами вы кстати можете посмотреть в моем телеграм канале со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии резюмирую советую но только сильным духом оболочка просто дико раздражает а если накатить кастом будет нещадно лагать вроде здесь и google pay работающий в рф мини джек три с половиной миллиметра 120 герц дисплей с плавной анимацией приличный стерео звук возможность расширить встроенную память с помощью micro sd неплохой процессор позволяющий играть в большинство современных мобильных игр инфракрасный порт для управления бытовой техникой достойный аккумулятор приличные за свои деньги камеры и быстрая зарядка но операционка это дело практически убивает продолжу поиски идеального бюджетного девайса надеюсь вместе с вами я его оставлю чтобы сравнивать с другими бюджетниками как вы заметили во время тестов я его благополучно поцарапал он у меня несколько раз падал но выжил пленку я конечно же снял сразу поэтому уже у меня он не презентабельный но рабочий что вы кстати хотите увидеть первым обзор на телефон realme v3 который супер бюджетник или на oneplus nord n100 напишите в комментариях пожалуйста ставьте лайк за труды пишите в комменты что еще купить на обзор спасибо за просмотр девайсу да или нет польза нет даст ответ добра и удачи вам дорогие друзья